Доброе утро! Добрый день! Доброе утро! 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 А учители учителя из Оксфорда, из Кембриджа, из Аммоса Коменска. А эти жадки, которые ходили, были визнанные чиновники в целом Ухорске. А теперь пойдем посмотреть на одну памятку на этом костоле. Это авт, но мы обидем. Что вы думаете? Что это? Ключ. Ключ? Визжет как ключовая дирка. Пойдем ближе и остальные. Флашу вина. Флашу вина. Ани ключ, ани флаша вина. Но тут поставили пушку. А на все стороны так то мерили. А на это было по целом костоле. При реконструкции мы оставили на памятку и на выстраду, чтобы мы уже никогда не пустили такие вещи. Чтобы мы сделали стрельные. А тут, где стоите, околу костола. Но это не патри меди мудрых людей. Вчак збране. Патри. Не патри. Меди мудрых людей збране не патри. Вчак 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 збране не патри. Так что мы подняли их на порядок. Так что пойдемте сейчас посмотреть на веру. Тата вера, она 46 метров, но на веру, к которой мы пойдем, мы та еще выше, она имеет 53 метров. 53 метров. Идем теперь до нее. Добре? Найскор с тобой пойдем до этой крипты, а потом пойдем до этой веры. Доброе утро. Но не, что там скотчите, потому что это 4 метров, чтобы мы не достали вон. Но мы не можем, что там скотчили? Радче не, можете посмотреть, можете почувствовать себя спокойно, расслабить себя. Еще там есть кости, много костей уже есть, но я покажу вам какие кости. Укажем. А зистилося и праве подля того, что Жилинчане были очень богаты. В тих трухлах были даже пеназы, а злата, но все осталось. Уж там ниже не осталось, потому что, когда их выкопали, так это стратило. Рядная хлопка. Представьте, когда тут была плита, то было целое так то закопано, тут вовсе не были. Так что они, те кости, были под землю. От 13. до 18. столетия там поховало. Есть ли там как в бане? 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 есть ли там? есть ли там как в бане? revenues от машины. есть ли там как в бане? околу те плитки, так он потом так захыба, аж под дубень, а тут кедеси был вах. Просим? Нет, так далее, тут доле. Увидим какие-то кости. Просим? Увидим какие-то кости. Укажем вам и кости. Су хоро во веще. Нет. Ну, так то бы си мусели идти доле. Добре, так если посмотрите все это. А тут кеды пестовала только капуста. Боли тут капустовые поля. Добре, так хотите си до этой веще? Так, појме. А тут же далшая крипта. Тетто дамы и пан ту копу целые дни. Лебо там нашли далшую крипту, але еште не веще, чо там е. Чи уж веще, чо там е? Не веще, чо там е. Не веще, не веще. Факт, а ви нам поведете трошку? А е там младица, а виселки, поколаны. Иван Бухтарвини. Вау. Ай сенатором бол. А е там ай такий народ захован. Хочетци за 21 дн. на 1778. Хочетци за 18-т роцая. Одновременно добре оцова, кушетка должен у нас идентифицировано. Преку, кто пио, где-то. Мене. А что это зашовано так долго? Да? Ну, супер, теперь не бы вы там спали, но это не безопасно. Добро пожаловать пеку. Добро пожаловать в мури старого костола. Поводного, где стоите, это уже прихотало. Не можем ходить по тих облукам, потому что мы могли бы попасть до костола. Но на стене, где сейчас стоит Томаш, на шнурке находится анжиоскый знак. Он является отфотеным из стены, он является originалом. Думаю, что нам там удалось сделать такую лавицу. Будете это видеть. Это очень старый знак. В том-то костоле была в году 1610 еванилитская синода. То есть, что упомянули заклады еванилитской церкви на Словенске. Верьте, что было интересно, что и еванилитики, и католики сполу очень хорошо функовали, вообще нехадали. И прямо в том 17-м сторочке, когда Жилина патрила Франьову, Жилина очень хорошо просперовала. А наприяк тому, что до этого утопили Турцы, шиковные люди утекли пред Турками до Жилины, наприяк тому, что были рвозные, а также рвозные неприязные, так Жилинчане прямо тогда очень хорошо просперовали. Взрабали ту сукну, которую выважали до целого света. 50 тис. метров сукна доказали выработать за рок. А с того сукна, с той тршбы, подпоровали такие дети, как вы. Каждый год достал облечения от того цеха. А тиши студенти в том вышшом роченке доставали до конца штипендиум. Каждый год доставал пенажки, а взделавал. Чище Жилина была так-то очень хорошо развинута. Потом стало на конце 17-го сторочке, что эти люди начали заходить. Ты си еванилик, ты си католик, я с тобой не буду обходовать. А до конца не кто-то выстаховали. А целое все падло. Жили на 200 роках, а как бы спала. Боли так-то худобно, лебо не видели людям. Боли это страшная шкода. Но за начатком 20-го сторочке этот дух мудростки в той Жилине остался. А о тихто людях си повием, которые были такими мудрими, или хотели что-то доброе для других. Это доктор Иван Халек. Он выштудовал, представьте си, Карлову универзиту. Бол то лекар в Праже. А он си розходил, что идешь сем помахать худобным людям. Потому что втеди много детей зомирало. Каждое другое зомрело при породе. Каждое 5-е саня доожило 1-го года. Так что это было таке смутное. А доктор Иван Халек целое то трапило. Так что одна единственная детская немочница была в далеке Братиславе. А он тут в Жилине поставил другу. В Вичиці. Вичиці поставил другу детскую немочницу на Словенску. Веде Далее е князь Томаш Ружичка. Томаш Ружичка. Его так трапило, что много людей отходят до Америки. Дети тут оставали саме. Родины распадали. Оставали тут. Престарили люди. Так он снащил, чтобы люди могли zostaть тут. Так он снащил витворить розные сполки. Например, когда бы ваши родители могли некое захрадки, так бы могли лакнейше купить настроje, осиво. Так что он витворал такито сполоченства, чтобы люди могли остаться тут. Бол таки добрый, хуманный чловек. У простреда почитали некогда сыротар в Жилине, что идут до сыротара. А видите, как это возникло? В году 1831 была тут в Жилине на целом Словенске страшная холера. Велика людей зомерало. А до конца люди си мыслили, что их цеврхность отравить. Засыпавайте студне а заходы вапном а не встретавайте са. Защали бурить, защали випадовать аж поправить. Но оставали дети. Так как вы, когда родители помрели, дети немали как идти. А что бы из них было? Збойники, жобраки. А Жозеф Вурум на Марианском наместии купил дом а поставил там сыротинец. Пре дети, которые остали без родичов. Там была школа, они учили много ущиточных вещей. Те дети, которые потом вырастли остали в Жилине а застатая мудроссть оставала в Жилине. Чиже, будите поочути, что сыротар, так его заложил Жозеф Вурум. Запамятайте и то место сыротар. А там еще один Рафаэл Подманницкий, который убил Жилину, выпалил ее и брал с ней дань и мыслял, что будет богатый его род по целой старочке. Лен, что его брат зомрел, 42 роков, а что скоро зомрел, а он ни один немал дети, а тот Рафаэл Подманницкий, когда уже был старый, он похопил, что робил. Заачал оправить костоли, а капонки. А когда зомрел, а так из его богатства не зостало ниц, потому что его жену выхнули кратко на то и целое богатство было на ниц. Забытошно лупил, враждил, збытошно обсадзовал костоли. А ведел бы мне кто поедать на образку там на крае, кто то е? Супер, Жофия Боснека. А чим была визнамна? А то вы визнамна? 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 Визнамна Омши? Защ aktivник уже визнамна? GE Субтитры создавал DimaTorzok A jeden taký veľký požiar bol v roku 1848, keď celá žilina lehla popolom, skoro celá. Iba tamta krypta, kde sa teraz vykopáva, tam je tá kalvária, tam, kde vám tá teta rozprávala, že našli tamtoho Richtara. A predstavte si, že tamto nikdy nezhorelo. Tam sa vždy požiar zastavil. No a keďže žilina vyhorela, horela aj táto väža. Vidíte, toto všetko drevené začalo horieť. V hore sú také zvony, ktoré vám ukážeme, tie sa prepadli dole, prerazili dlážbu a tam v krypte našli také mrtvoli, tak ako teraz sa vykopávajú. Takže vieme, že tu je veľa krypt pod týmto kostolom a všetky sa budú vykopávať. No takže kostol bol zhorený a ešte dielo skazí. V roku 1858 v januári dokonalo zemetrasenie. Už tedy sa vedelo merať. Prvýkrát, čo sa na Slovensku zameralo, tak malo 5,2 stupňov Richterovej stupnice. Všimnite si tieto pukliny. To sú z toho zemetrasenia, aj na druhej strane. A hore uvidíte aj také kamene, ktoré tu zostali, pretože vypadávali z tých oblúkov, tak my ich tu nechali. Aj tam sú. No a chvála tým Žilinčanom je to, že vždy ten kostol nejakým spôsobom aj svoje domy museli postaviť, aj postavili znova tento kostol. Ďakáni. Takže v roku 1888 zapamätajte si tento dátum. Pán Groch, môžem sa spýtať, keď ste rozprávali o tom sirotári, ja som sa nad tým zamyslel a ušlo mi meno toho zakladateľa. No kto to vie? Povedzte. Super. Ďakujem. Tak. Dobre. Dobre. Takže ako som spomínal to zemetrasenie, pozrite sa, takto vypadávali tie kamene z oblúkov. No a preto, aby to zemetrasenie, keby sa náhodou zopakovalo, sa táto väža spevnila takýmito železami. To budete vidieť na každom poschodí. Toto sú už nové železa, ale hore sú, vám ukážem ešte, také staré obrovské železa, ktoré držia tú väžu pokope, aby náhodou nespadla. No a keďže tá žilina vyhorela, tak bolo treba urobiť novú strechu. A predstavte si, že našla sa v tej streche úplne pod kryžome taká guľa, volá sa to Makovica, a tam bol odkaz našich predkov. Historická schránka, do ktorej boli uložené mince z roku 1888. Toto tam našli. Tam boli mince, návštivenky, bolo napísané, kto je panovníkom v štáte, kto je panovníkom mesta. Takže taký odkaz. No aj my sme tam, teraz keď sa opravovala strecha, my sme tam takisto dali nejaké eurá, noviny, aby ti ľudia o 100 rokov si na nás spomenuli. Tu vidíte dole táto kosť. Čo to bolo? Zlomená noha. Predstavte si, v minulosti sa tie zlomeniny vôbec nedali liečiť. Ono, keď sa noha zlomila, ostala takto, nejakým spôsobom sa to horko, ťažko zahojilo, ten človek krýval celý život a nevedel sa to napravať. Takže takto vyzerá zlomenina, ktorá sa nelieči. Úplne dole, na konci vidíte ten klb, on je vydratý ako stará handra. To je osteoporóza. To keď niekto hovorí, že starší ľudia, že ich bolia nohy, tak to sú vydraté klby. Tu nám vidíte, toto je mysal. Viete, čo je mysal? Áno. Lebo voľa, kedy sa omše slúžili v latinčine, takže z takéto knižky. Toto nám darovali z Rajeckej doliny vyšívky a tento veľmi starý kostým je zo Salzburgu. A viete prečo? Lebo najskôr Salzburg založil nietrianskú diecezu a nietrianská dieceza založila žilinskú diecezu. Čiže Salzburg je stará mama žilinské diecezy a oni, keď sa dozvedeli, že ideme urobiť takúto výstavu, tak nám na pamiatku, ako keby stará mama poslala, takýto ornat. Veľmi starý. Ako nám to poslali? Prosím? Ako nám poslali? No poštou nám to poslali, že záväzte si to na pamiatku. A tuto vidíte kosti, ktoré sa tam vykopali. Takto vyzerá chrbtica, ale tá chrbtica bola zrastená, ten človek nikdy nechodil. Tedy sa to nedalo operovať ani liečiť. A tieto lebky, vidíte tie hrče na tých lebkách, na tých kostiach? Tak to sú lebky, predstavte, zo 16. storočia. A už aj vtedy boli také choroby, ako sa hovorí, že dnes moderné. To bola rakovina v 16. storočí, lenže vtedy sa vôbec nevedeli liečiť. Takže tí ľudia veľmi museli aj trpieť. Dole vidíte kosti trojročného devčatia, väčšieho devčatia a dospelé ženy. A úplne na spodu je chrbtica. Ale chrbtica, klasická chrbtica je zrastená, úplne zrastená. A táto nie je zrastená, to sa volá rášte v chrbtice. To znamená, že takisto tomu človeku nebolo pomoci. Dnes sa tie veci dajú liečiť. Takže vďaka múdrym ľuďom, vďaka medicíne, už nemusíme mať také problémy, ako mali títo ľudia pred nami. A toto, čo je, tieto dosky, to nie je výťah. Ale vy, keď idete do žiliny, z každej strany, keď sa pozriete na vežu, vidíte, koľko je hodín. A tie hodiny začínajú tu. Práve tu. To sú také malé závažia. A tie sa tehajú cez všetky po schode. A hore ešte uvidíte zaujímavejšie veci. Takže vidíte? Pohlo sa to. Pohlo sa to. Je to tu už takmer 60 rokov, to takto funguje. Takže si to pozrite. Ak si to pozrie, môžeme ísť hore. Vydem prvý dobre? Pustite ma, prepáčte. Ďakujem. Takto vyzerajú tie hodiny. To je závažia, no to sú také staré hodiny, ako Kukučkové bola, kedy? To boli tie količka, tak ani sám neviem ti povedať. Nie, to tam nechajte, aničo. Každé količko potrebujú iný počet oleja. Každý mesiac, no to je elektrika, to už je tak z modernizovane. Každý mesiac to chodí, ujo hodinár, tu dávať olej, aha, takáto fľaška. A každé količko potrebuje iný počet kvapiek a iný druh oleja, takže to je zložitý mechanizmus. A cez túto týčku sa to ťahá hore všetko. Celé toto takto sa tu prevedie a ide hore. Však hore to uvidíte znova. To sa tam točí, to uvidíte. Poďme ďalej. A kto dovidí mi povedať, že v ktorom roku boli zavesené tie zvony tu? 1924. 1924. A viete, prečo sú také nové zvony? Pretože počas Prvej svetovej vojny sa zvony pobrali na vojnu a voliali sa z nich z bráne. Takže zaveseli tieto dva kostole, tieto dva zvony. A vie niekto po latinsky? Nie. Vieš po latinsky, Tomáš? Tak nám prečítaj, čo je na tých zvonoch napísané. A chcete to akože doslovný preklad, alebo aby to dávalo zmysel? Doslovný? To, čo je tam napísané? No. Poslednej hodine Ježišovej smrti vyproznám pokojnú smrť Matka Božia. Dobre. A tento druhý? Každá hodina ho pripomína, že čas plinie, až príde jedna a povieť si odíť. No. Raz každý z nás odíde. Dobre. Teraz sme na najvyššom mieste, teda vyššie ako je Burianová väža. A to bola na tej istej úrovni a my pôjdeme ešte o jednom poschode vyššie. Znov. Kto si zapamätal, koľko má táto väža výšku? Šisť. Osemdesť. Päťdesť. 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 A tá väčšia? Päťdesť. Päťdesť. Dobre. Takže toto ste videli a ideme ešte o jedno poschode vyššie. Úplne až povrch. Tak, hrný odhad. A zvon pod nami. A zvon pod nami. A zvon pod nami. A teraz vidíte na všetky štyri strany tie hodiny. Čiže môžete povedať každému, že ste pri nich boli. Počuli ste dole tie údery? Neohluchli ste niektorí, ktorí tam zostali? Takže táto jedna tyčka ide na všetky štyri smery a všetky hodiny sa ďakanie posúvajú. A tieto klince majú, viete aké sú staré, tieto klince boli v celej tejto väži natlčené. Oni držali sieťku, ktorá držala omietku. Čiže keď sa tá omietka osekávala, tak tieto klince sa tam našli. A to, čo spevňovali sa tie železa, tak sa vŕtala táto väža a ten vŕtak bol taký veľký a vyťahlo sa tento kameň sa mohol zahodiť. Ale skúste si, aká je pevná tá väža. Nemusíte sa bať. Dajte si to kolovať. Aj klince si dajte kolovať. Nie, nie, nie. Potom ich môžete položiť tam dobre. Aj, nevidíte. Čiže tie okna moc vysoko. Čiže? Tôsi môžem aj. No. Pozor, keď vám to spadne na nohu, tak by vás to bolelo. Rozkaz. To neviem. Vrátam dve. Pači. To ešte nemal kliniec. Starý kliniec. Starý historický. No skúš ho. Kto ho zohne, tak je u mňa frajer. Ja sa trocha. Kto ho? Ty si ho trocha? Trocha sa nepočíta. Prosím? Trocha sa nepočíta. Kto ho ohne, takto do účka, tak ho vyvedem hore na tú vežová. Ja som tam v živote nebol, lebo sa tam bojím ísť. Tak ohni ho. Dobre. Ak ste si to pozreli, ak ste si to pozreli, pôjdeme teraz dole a premieti mi si taký krátkučký film o Tomášovi Ružičkovi. A ja som zvedavý, či si aj tento môj asistent pomocník niečo zapamätal, ale aj vy, či ste si niečo zapamätali. A ak budete šikovní, tak víťaz vyhra prvú cenu. Prvú cenu. Viete, čo vyhra víťaz? Keďže tu máme dve väže, tak víťaz bude môcť pozrevovať na takú väžu špic, čokoľadu, zákusok. Kohokoľvek, mámu, oca, babku, detka, ako víťaz môže prísť tam do kaviárne a dostane taký poukaz a môže pozvať niekoho z rodiny. Vy ste to ohli? Vy ste to ohli? Jasné, ale do účka. Do účka, vieš, čo je účko? Do ohol si to trochu. Do ohol si to trochu. Dobre. Dobre, takže ideme dole. Skúste teraz spočítať, skúste teraz spočítať, detka, detka. Skúste teraz spočítať, koľko schodov je dole. Pečo je sebo. Ale až dole, keď prídeme k tomu premietaniu, koľko je to dokopy schody. Som zvedavý, kto si to spočíta. Až dole, čiže odtiaľ to jeden, dva a tak ďalej. Všetkých dokopy. Beailleurs. Dole. 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 Áo. Субтитры создавал DimaTorzok Kámaráti, teraz si premietneme niečo o tom Tomášovi Rúžičkovi. Ale počúvajte pozorne. Tomáš Rúžička vám porozpráva, koľko šikovných ľudí bolo na Slovensku. Lebo aj vy ste určite múdri, aj vo vás je niečo múdre a môžete byť užitoční pre budúcnosť. Lebo aj v minulosti tomu tak bolo to, čo mám... Vedeli ste, že... Viete, koľko máme predkov? Vedeli ste, že za 300 rokov, keď zoberiete babku, pra, babku, pra, pra, pra... Viete, koľko predkov máme spoločných? 4 tisíc. Za 300 rokov 4 tisíc predkov sa podialalo na tom, aby ste vy tu dnes boli. A bojovalo za to, aby ste museli prežiť, aby ste sa vy mohli narediť. Takže pozrieme si toho Tomáša Rúžičku a pozorne počúvajte. Pak Rof, ešte jedna otázka, čo mi nápadlo cestou dole, keď sme išli. Je ste stále spomínali, že ten kostol je teraz katedrála. Áno. A on je už dlho katedrála? Odjakýva? Alebo... Dlho to je katedrála. Nie, 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 nie. Ten kostol bol vysvetený na katedrálu vtedy, keď vzniklo biskupstvo. Keď vznikol biskupský úrad a bolo to pred... Teraz bolo výročie 15 rokov. Čiže v ktorom to bolo roku? Kto mi to povie? Kto sa niekto hlási? Hoľ, teraz máme 2023 minus 15. 19... 20... 207. Skoro. 2008. Tak, správne. 2008. Dobre, Tomáš, koľko je tých schodov? 100. Povedz si mi, koľko si tých napočítali? 136. 136. 136. 136. 136. 136. 136, takže dvaja. 109. 109, to je málo. 136. 136. Tomáš? Majú pravdu? Majú pravdu. 136. 136. Dobre, takže pozrime si teraz o Tomášovi ružičkovi taký dokument. Uvidíš? 136. Smožnosť aj tíročka, tíročka. Certéčne vás pozrievujem, Piatria. Som Tomáš Rúžička a tu v Živine som pôsobil od roku 1903. Zakladal som potravinové vrústva, hospodárske úverové vrústva, nákupné ústredia а снащил сом о развитии овочинства и закладывания овочных садов. Вы не все понимаете. Скратка, снащили мы поселить взаимом между людьми выменом доказательных продуктов. А так, стимулировать свою промышленную продукцию. Потому что, когда с дружили вице людей, стало накупаться на множественные взгляды. Поселить, наряды, строя, электрика. Взникали розничные взаимные покладницы. Родины смогли постигать пеназы за очень важный уровень. А кто мне помогло? Поставить слуточные домы, чтобы творить жизнь. Почему мы это делали? А мы все равно успокоили жизнь. За наше время была большая худоба. Худобу не спорил Пан Бог. Худобу витворили люди своим эгоризмом. И их учили сполупатричности и мудрости. Худоба бурзла к великому выставу Олестки. Худоба бурзла к великому выставу Олестки. Худоба бурзла к великому выставу. Худоба бурзла. Худоба бурзла к великому Терезку. Худоба бурзла к великому выставу. Худоба бурзла к великому выставу. Худобас к великому выставу невыстава lớürü в wellbeingи. Пол Нюмен. Ведели, что был из Словенска? Его мама была из Словенска. Ну, хорошо, так пойдем дальше. Продолжение следует... Веда. Веда. Пощас 150-ти роков почитал от людей, которые были из Словенска на 2 миллионы. Многие штасте в зажерномочи не нашли. Многие прау не получали вовек. А другие, тяжело пракали за очень низкие мзды. Веда. 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 в 1925-1926, за один год, а еще где-то там можете видеть сохи, в названии «Людбу» и «Дивадло». Пособило там «Дино» — «Дио «Humanitas». Виас крат там хостелла «Чиноврад» — «Словенского народного дивадла» или «Веденский» — «Ческословенский спево» — «Коло людьми». А за визнанную удалось можно почитать аж уведение «Оратória света Людмила» от Антонина Дворжака в «Подавни» визнанных братиславских солистов, которая са отключила в марте 1927. В том истом году, как я стал старостом в «Людге», в «Людге» — «Милиал» с «Найим», чтобы я тут выбудовал неакий устав на «ВИХОВУ» в «Ладеже». В этой улоге са напокон уявили «Салезиани», которые пришли в 1936. Залостили мы «Дидовое дружство», отворили мы «Чудобинец», «Подавили мы 20 домов для художников» «А 24 домов выше его стандарта», в такзв. «РУЖИЧКОВУ КОЛОНИЕ». «Нечко там, что вы думаете?» «С «Людге», 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 «3» а «4». «В центре» стожа до днём тв. «РУЖИЧКОВУ КОЛОНИ». «ЖИЛИНА» я днес знамя «Своим ekumenизмом». Застав то, просим тебя. Кто знает, что екуменизмус? Экуменизмус – это взбилижование набороженства, сполупрака с еваниликами. Тотомаш Ружичка, чтобы не были набороженские распоры, он каждую неделю прехал по Марьянскому наместу со своими камератами. Один был еванилический фарар, а другой был жидовский рабин. Первые связи с еваниликим фараром и бискупом Федром Рупертом. А и с жидовским рабином Гуглом Странски. По час войны я помогал расово пренаследованием и за то в 1944 я был в дестапо. Редактор меня немного не послухал. Стесы в увезении, веков на здравие не придавал. Редактор северно-магазинский фараром в 1947 по земскому путьу кончил. Чо поведать на завер? Не знаю, че то, че teraz поведем, не, а не мудрое. Е то моя рада. Не надавайте на иных, на иные народы, на иные штаты. Жадне там може жить никто с тих двух миллионов наших одиденцев. Могло бы со ста, что бы сте надавали на своих вздиявенных прихузнех. А еще нечо. Нечакайме, что никто иный сплнен наше сны. А там сестрицки св. Винцента Депол шовавали жидовские дети. Так те сестрицки рыхло schovalи до постели. Была такова väčчая местность, там боли постели а до простред избы schovalи тоho едного chlapца. А те пси už sa blížили к нему. Он си мыслял, что его уже найдут. А в том мальчик поставила пред те штекающие пси а так на не закричала, что те пси стяхли хвости, зачали кнючаť а немцы musели обисть. Такая сильная жена до конца má прибузны в те плечке. Шеликовцы sa volajú, čiže ona pochádzala z tejto родины. Takže no hej, bol tu jeden пан Шелiga, ktorý mi o tom rozprával, že to bola ich nejaká прибузna. Ale Шеликовцы je tam asi veľa, to я už neviem presne povedať. No je ich veľa, takže neviem kto by čiže vidíte aké boli šelie statoční ľudia. A teraz pojedeme hore, ja tu mám také testíky, každému to rozdám. A kto chce, máte pera? Áno. Tak, kto chce získať tú cenu, čo som spomínal. Takže Tomáško, prosím ťa musím dať skvíče. 3,2,1 Dobre. A teraz si to medzi sebou vymente a počtivo si to budete opravovať jeden druhému, dobre? No, vymente si to medzi sebou. A ja sa budem pýtať Tomáša na otázky a vy si podľa toho budete kontrolovať, za každý správny bod, za každú správnu otázku dáte bod, dobre? Jeden bod napíšete. Áno, áno, za každú správnu otázku jeden bod. Dobre, kontrolujte si to navzájom. Taká Tomáša, kde bude mať otázky. No, takto. Dobre. A možte si dať fajku, tam je to dobré? Hej, aby ste vedeli, koľko bodov máte. Takže, Tomáš, ako sa volal kráľ, ktorý osobne navštievil Žilinu? Karol. Áno, áno, Karol Robert. Karol Robert, kto nám mal Karol Robert dá jeden bod? Dobre, ako sa nazýva právna kniha? Národná kultúra kniha. Super, čiže Cčko je správna odpoveď, za to každému dáme jeden bod, kto mal správnu odpoveď. Aká vysoká je hodinová väža? 53. Správne, kto mal 53, dostane bod. Aký rok je na zvonok v hodinovej väži? Napísaný. 1924. 1924 je správna odpoveď. Takže, ak má 1924 správna odpoveď. V ktorom roku sa stal kostol Najsvetejšej trojice katedrálov? Ešte, že som sa spýtal. 2008. 2008. Dobre, 2008, kto mal, tak je to správna odpoveď. Čo si sa chcel spýtať, Tomáš? Hovorím, že ešte dobre, že som sa na to spýtal. Áno, že si sa na to spýtal, áno. Dobre, z ktorého roku je časová schránka, ktorú ste videli? Ačko, Ačko, 1888 je správna odpoveď. Kto má správna odpoveď, dá si bod. Tá, čo bola vystavená v tej vitríne. No, teraz, kto postavil katolický dom s nánodným divadlom, kde je teraz to gymnázium Sv. Františka? Tomáš Rúžička. Tomáš Rúžička je správna odpoveď, že jeden bod. Kto? Kto postavil katolický dom s nánodným divadlom? Tomáš Rúžička. Tomáš Rúžička. Dobre, ďalší. Kto založil sirotinec pri dnešnom kostole? Sirotár? Jozef Urúm je správna odpoveď. Akej je krstné meno? No, toto je ťažká otázka. Akej je krstné meno vynalézcu Murgaša, ktorý uskutočnil prvý rádiový prenos na svete? Jozef. Jozef, správne. A posledná ľahučka otázka. Ktorá šľachtičená dala postaviť v tepličke nad vlahom útulok prechu? Správne, takže fajn. Tak si to teraz... Vráte si to. Vráte si to. Ak... Skontrolujte. A kto mal plný počet bodov? Tomáš? A ty? Absolutný víťaz. Bez žiadného rozstrelu. Tomáš, dobre. Tomáš, ty ideš so mnou do toho Španielské, ako som ti slúbil. A ty sa voláš ako? Ema. Tak Ema vyhráva... Španielské. Vyhráva, nie? Španielské. Ona vyhráva tento kupón. Pozvi oca, mamu, babku na odmenu chutnú sladku. Tu je moje telefónne číslo. Vy zavoláte, kedy chcete prísť s maminou alebo a s otcinou. A ja vás tu budem čakať. Ale zavoláte, treba dopredu, hej? Aby sme vedeli. Aby sme sa vedeli pripraviť. Dobre. A vy všetci ostatní takisto neobidíte na sucho? Pretože dostanete každý malý darček cukríkov, ktorý si teraz pôjdeme zobrať spoločne. Dobre? Tak. Ďakujem za pozornost.